Первомай большинство горожан провело, как и положено в труде, выходной, ведь кто-то на дачах, а кто-то на субботнике, в дворах, скверах и парках. Было немало и тех, кто последовал традиции. Прежде чем взяться за грабли и лопаты, вышел на первомайскую демонстрацию. Анжела Брик тоже работала, присоединилась и поняла, в этом году шествие было не совсем обычным. По главной улице с оркестром шагают 25 тысяч свердловчан. В выходной первомай они выступают за труд. Во главе колонны – красное знамя Свердловской области с двумя орденами Ленина, который Средний Урал получил за успехи рабочих. Ценнейшие раритеты впервые за много лет достали из хранилищ. На нем ордена, те самые настоящие, номерные, их достали из архива, прикрепили сегодня мы. И знамя нести доверенно право одним из лучших тружеников Свердловской области, представителям трудовой династии металлургов, общий стаж которой составляет более 900 лет. В этом году участники вышли на демонстрацию с лозунгами о достойном труде. Солидарность показывают целыми семьями. К традициям праздника, которые насчитывают уже 125 лет, вновь приобщают детей. Мы вот со своими работниками, с электропрофсоюзом решили поддержать это дело, выступить, пройтись, повеселиться, попеть песен, энергетикам привет всем. Мы поддерживаем начинания добрые такие, нам всегда интересно. И дети нас всегда поддерживают, что самое радостное. Чтобы они знали, что это было раньше и что это будет всегда. Не словом, а делом отметить 1 мая решили в Екатеринбурге. Горожане демонстрировали свою сознательность и трудолюбие на массовом субботнике. В Дне чистоты приняло участие 62 тысячи человек. Получилось так, что весна и труд объединились в один день, 1 мая. Проходит организованно, погода прекрасная, настроение хорошее. Обычно генеральная уборка проходит в 20-х числах апреля. Но нынче погода внесла свои коррективы. И субботник совпал с праздником весны и труда. В технике было задействовано в этот день на вывозе мешков тоже много. 970 машин. И, собственно говоря, и мусор это собрали тоже очень много. 9 тысяч 764 тысячи тонн. Это в основном мешки, конечно. Мусор этот легкий. Но, тем не менее, его частично даже довозили и 2, и 3, и 4 числа. Потому что огромное такое количество было листв. Теперь от горожан требуется одно – ценить плоды своего труда и поддерживать чистоту. Ведь это гораздо проще, чем потом наводить порядок. Анжела Брик, Влад Калупаев. Новости 41-го канала.